Приветствую всех гостей и подписчиков канала. Как и обещал в своем предыдущем видео, расскажу как завершились вчерашние матчи на чемпионате Европы по волейболу, проанонсирую сегодняшние встречи, а также познакомлю с состоянием дел в группах. Начнем с нашей группы. Вчера бельгийки переиграли 3-0 по партиям волейболисток Боснии и Герцеговины, что позволило сборной России досрочно выйти в 1-8 финала независимо от исхода двух последних матчей. В другом матче группы сербки не испытали проблем с Азербайджаном, переиграв последних со счетом 3-0. Сегодня пройдут два матча. В 18.00 встретятся сборные Франции и Азербайджана, в 20.30 интригующий матч между сборными России и Сербии. Я подробно анонсировал этот матч в предыдущем видео, можете посмотреть его на моем канале. Скажу лишь, что интрига по правде заключается в том, смогут ли наши отобрать один или, возможно, два сета у сильной сборной Сербии. Но то, что бой нашими девушками будет дан по полной программе, это не вызывает сомнений. Пожелаем успеха нашей молодой команде Асерджа Бузата, правильных решений во время матча. Вот состояние дел в нашей группе. У сборной Сербии 12 очков после четырех встреч. 8 очков также после четырех матчей у У сборной России 7 очков, но после трех проведенных встреч. У сборной Франции и Боснии Герцеговины по три очка, но француженки провели на один матч меньше. Нет очков у сборной Азербайджана. Теперь о ситуации в группе Б. Вчера прошли два матча. Германия победила Грецию 3-0. Болгария с таким же счетом одолела Чехию. Сегодня Испания в 17.30 сыграет с Германией. Болгария в 20.30 примет Польшу. Турнирная таблица имеет следующий вид. Полячки, безусловные лидеры, у них 12 очков после четырех встреч. 10 очков у болгарок, 8 у немок. Сборная Чехии сыграла все пять матчей на групповом этапе, у нее шесть набранных очков. У испанок два очка, у гречанок одно, но также после пяти проведенных матчей. В группе С вчера венгерки уступили хорваткам 1-3, Швейцария также проиграла Словакии 1-3. Сегодня в группе С Беларусь в 19.00 сыграет с Венгрией, а хорватки в 22.00 померятся силой с итальянками. В этой группе единоличный лидер сборная Хорватии. У нее 12 очков после четырех встреч. 9 очков у Италии после трех проведенных матчей. У Венгрии 4 очка после четырех матчей, у Словакии 3 очка после четырех встреч. Также 3 очка, но после трех встреч у белорусок. Два очка в активе у швейцарок. Они сыграли четыре матча. В группе до вчера также прошли два матча. Голландки уступили турчанкам 0-3. Румыния проиграла Финляндии 1-3. Сегодня в 17.30 шведки встретятся с голландками. В 20.30 Румыния сыграет с Украиной. Турчанки пока единственные, кто набрали 15 очков после завершения группового этапа. 9 очков у сборной Нидерландов. 6 очков в активе украинок. 5 очков набрали шведки. У Финляндии 4 очка, но после пяти проведенных встреч. Румыния также, как и Азербайджан, очков не имеет. Вот таково состояние дел в группах перед двумя заключительными игровыми днями на чемпионате Европы. Напомню, нашим уже завтра в 18.00 играть с волейболистками Боснии и герцоговины. Кстати, завтра состоятся не 8, а 4 встречи. Помимо вышесказанного матча также в 18.00 Словакия встретится с Белоруссией, в 21.00 Бельгия сыграет с Францией, а Италия со Швейцарией. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.